Здравствуйте, друзья мои! Может быть, самая приевшаяся фраза из нашего цирковного лексикона — это «духовная жизнь». Все о ней говорят, никто толком не знает, что это такое, но призывают со всех сторон, будут, толкают, зовут и настойчиво требуют предъявить плоды духовной жизни. Что это такое? Что за духовная жизнь? Где этому научиться? Мы берем книги, на которые нам указывают духовники, и видим, что это довольно старые издания, написанные древним языком, не совсем понятным, написанные для монахов, монахами написанные, написанные людьми, которые совсем ничего не знали о том, как мы сейчас живем. Мы, мы, современники этого века, с нашей суетой, с нашей информированностью, перегруженностью впечатлениями, ничего они об этом не знали. Поэтому есть у нас такой голод настоящей духовной литературы и тех людей, которые бы современным языком нам рассказали, что это такое, что это за духовность, что такое духовное развитие, как жить духовной жизнью, что это за духовная жизнь, чем она отличается, например, от упражнений, которые описывают и предписывают психологи, тренеры по харизме или же по тайм-менеджменту, такие модные гуру в области психологии успеха, например, и так далее. Они ведь тоже говорят о каком-то развитии, как аттестовать это развитие, что это такое, что это значит. Но один из ключевых вопросов, который не только озвучивается, задается в разговорах о духовности, один из самых каверзных вопросов, о котором мы спотыкаемся и порой больно ранимся даже, этот вопрос звучит так. Не мешают ли мирские дела духовному развитию? Вот мы говорим о каком-то духовном развитии и имеем в виду, прежде всего, как верующие люди, церковную жизнь. Почему-то так. То есть, если ты хочешь вести духовную жизнь, ты должен практически стать монахом, поселиться в церковной ограде, а там есть место только для священников, певчих, сторожа, может быть, уборщицы. И все. И все. Ходить на службы, причащаться, исповедоваться. Но служба — это полтора часа. А что делать остальное время? Как его проводить? Что это значит? Молиться, читать Акафисты по соглашению или читать Псалтирь, неусыпаемую. И вот, друзья мои, клирикализация духовной жизни, может быть, так это надо назвать, это большая ошибка. Духовная жизнь не ограничивается стенами храма или монастыря. Человек, который ведет духовную жизнь, он просто поступает как духовное существо, как человек, сотворенный по образу Божию, везде и всюду. А это значит, что он остается духовным существом и в поликлинике, и на работе, и сидя в автомобиле, и на заводе, и в офисе, и в президентском кресле. На всяком месте его духовная жизнь не прерывается. Нет остановки в духовной жизни по выходе из церкви. Хотя мы как раз наблюдаем именно это. Человек в церкви один, как только он оказался в городе, вышел за территорию храма, он совершенно другой. Он и говорит иначе, и позволяет себе поступки очень не церковные, и речь далеко не богодухновенную, и так далее, и тому подобное. Если мы начали вести духовную жизнь, нужно постоянно находиться в этом ритме, в этом режиме. И тут мы снова возвращаемся к этому вопросу. А мешают ли наши ежедневные занятия, например, работа, увлечение, спорт? Есть люди, например, которые по утрам выходят на пробежку. Мы можем их назвать духовными? Ведь они заботятся о своем теле, о том, что распадется, погибнет, исчезнет, обратиться в прах. Они, тем не менее, находят время, чтобы пробежать каждое утро свои 15 минут или 30, сделать соответствующие упражнения, принять душ, то есть не заботиться о телесном. Можем ли их назвать духовными? А почему нет? А человек, который занимается предпринимательством, а врач, а преподаватель, а чиновник, то есть служащий, а актер, то есть люди, которые призваны полностью погрузиться в свою работу, чтобы делать ее качественно. Это не мешает им их духовному развитию? И вот, друзья мои, вот здесь принципиальный момент, который следует нам очень хорошо усвоить. Если ты делаешь какое-то дело, как духовный человек, с последней серьезностью, а это значит, как передачами Божьими, то это ни в коем случае не мешает им духовному развитию, даже способствует ему. Если ты, будучи милиционером, работу свою выполняешь на совесть, как перед лицом Божиим, ответственно, честно, с последней порядочностью, ни на минуту не позволяя себе каких-то неприличных вещей, ни на минуту не позволяя себе сделки с совестью, это только способствует твоему духовному развитию. Если ты, будучи врачом, всегда остаешься служащим, как передачами Божьими, перед своей совестью, это способствует твоему духовному развитию. Почему? Потому что эти понятия честность, совесть, правдивость — это понятия духовные. Вы разве можете взвесить честь или, например, ее как-то вколоть? Например, курсантов вы выпускаете? Или, например, студентов Академии управления? «И каждому поставили капельницу совести или чести». Это вещи, которые нельзя измерить. Они укореняются путем воспитания, может быть, даже личного какого-то выбора. Очень сложно понять, как вдруг этот человек становится приличным человеком. Неуловимая революция в душе происходит у человека. Даже получив воспитание в семье с не очень, может быть, порядочными родителями, человек вырастает совестливым, прекрасным администратором. Или, может быть, чиновником или ученым, учителем, милиционером, врачом, художником. Потому что у него есть честь, понятие о приличии, понятие о правде, о правдивости. Есть совесть, самое главное, а это духовные качества. Для христианина эти общечеловеческие ценности, потому что на самом деле совестливость присуща каждому человеку. Мы не можем христиане монополию наложить на совесть и сказать, что совесть есть только у христиан. И честными могут быть только люди православные. Ни в коем случае. Ведь так не бывает в жизни. Мы это все хорошо знаем. И неоднократно мне приходилось сталкиваться как раз с совестливыми атеистами. И много могу перечислить бессовестных христиан. И когда мне говорят, что нужно найти православного психолога или православного врача, я советую найти просто хорошего врача или хорошего психолога. Потому что православие, увы, иногда остается за оградой церкви, не продлевается дальше в жизнь. Хотя это бывает не всегда, конечно же. Но у христианина есть огромное преимущество для своего духовного развития. Он свою работу, казалось бы, совершенно светскую, обыденную, связанную даже с коммерцией, он каждый раз приносит перед очами Божиими. Он ходит перед Богом. Знаете, как в Священном Писании говорилось об одном из праведников Ветхого Завета? Он ходил перед очами Божиими. То есть его духовная жизнь не прерывалась никогда. И мы знаем о таких подвижниках, которые даже во сне молились. То есть их духовная жизнь и во сне продолжалась. Поэтому не пугайтесь, друзья мои. Любое дело, которое вы делаете на совесть, с честью, оно способствует вашему духовному развитию. Играет музыка Играет музыка Играет музыка